Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами компания Максимаркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По перспективам ценовой динамики евро-доллара американская валюта по-прежнему сохраняет лидерство. Восходящий тренд доллара по отношению к евро продолжается уже более пяти месяцев и за этот период курс пары прошел на подъеме 1380 пунктов, достигнув максимальный уровень за двухлетний период. При этом фон макроэкономической статистики в США остается преимущественно позитивным, а объемы финансовых вливаний для поддержки американской экономики свернуты до минимумов и уже в этом месяце будут полностью прекращены. Рынок труда также демонстрирует четкую тенденцию к восстановлению. Уровень безработицы снизился до 5,9%, а экономика ежемесячно создает более 200 тысяч рабочих мест. По окончательным данным за второй квартал 2014 года прирост ВП в Штатах составил 4,6%, что подтверждает восстановление экономики после провального первого квартала. В результате Федеральный резерв все ближе приближается к моменту первого повышения процентных ставок. Такова сегодняшняя ситуация в США. Что же касается основных конкурентов американской валюты, то все они испытывают довольно существенные трудности. Европейский центральный банк, например, в борьбе с дефляционными рисками только еще готовится запустить европейский аналог американской программы насыщения финансовых рынков ликвидностью. Причем это не скоро стабилизирует ситуацию, поскольку грядущее повышение в США норматива процентной ставки будет способствовать росту дифференциала ставок с Европой и еще больше укрепит доллар по отношению к единой европейской валюте. Таким образом, в среднесрочном и долгосрочном плане падение евро против доллара США продолжится. Однако в краткосрочном плане ситуация несколько иная. А технические индикаторы по доллару достигли зоны экстремальной перекупленности, сигнализируя о наличии риска краткосрочной коррекции американской валюты перед возобновлением ее следующего аптренда. Вероятность коррекции отразилась также и в отчете комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю, в котором чистые продажи евро снизились до месячного минимума. Это также говорит нам об изменении краткосрочных настроений рынка в пользу предстоящей коррекции. И, наконец, об этом же предупреждает волновая структура евро-доллара, демонстрирующая завершение нисходящей волны и предстоящем коррекционном развороте пары. Исходя из вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение снижения курса единой европейской валюты и разворот пары на формирование коррекционного отката. Целями подъема в этой коррекции смогут стать следующие ценовые уровни 1,2563, 1,2600, 1,2624, 1,2660, 1,2700, 1,2747 и, возможно, к 1,2800. В последующем движении пары ожидаем новые развороты возобновления снижения евро-доллара в его очередном цикле нисходящего движения. Предполагаемая цель снижения – ключевой уровень поддержки 1,2400. Напоминаем также о необходимости контроля за минимальным уровнем прошлой недели 1,2500. Пробой этого уровня при открытии недельных торгов возобновит нисходящее движение пары к уровню ключевой поддержки 1,2400. Здесь, в этой зоне, ожидаем прекращение снижения и разворот пары к вышеназванным целевым уровням. По паре фунт-доллар. Ситуация за прошедшую неделю для пары фунт-доллар не изменилась. Валюта по-прежнему торгуется в рамках нисходящего канала, а в последний день недели даже усилило падение, пробив ключевые уровни поддержек 1,61 и 1,60. Причем снижение курса британской валюты происходило даже несмотря на, в общем-то, позитивные макроэкономические показатели, выходящие в Великобритании. Рост ипотечного и потребительского кредитования, положительный прирост ВВП за второй квартал и повышение деловой активности в сфере услуг и строительном секторе оставили трейдеров равнодушными. А лялые попытки восстановления пары продолжали привлекать и довольно активный интерес к продажам. Инвесторы уже с пессимизмом смотрят на фунт, отмечая, что рынок значительно снизил ожидания ужесточения политики Банка Англии и все внимание теперь перенес на быстро укрепляющую свои позиции американскую валюту. В этих условиях продолжающаяся по всему спектру рынка ралли доллара не оставила бы кампо фунту особого выбора, однако на этой неделе ситуация может несколько измениться. Во-первых, американская статистика, несмотря на преобладание в ней позитивных отчетов, все же носит смешанный характер. А это может поддерживать надежду на то, что ФРС не будет торопиться и после полного сворачивания финансовых вливаний в октябре месяце все же возьмет паузу в ужесточении своей монетарной политики. Подтверждение этим предположениям рынок будет искать в протоколе последнего заседания ФРС 8 октября в среду. Если протокол окажется недостаточно агрессивным, американский доллар может развернуться на нисходящую коррекцию, что в свою очередь позволит быкам по фунту начать восстановление курса британской валюты, тем более, что ее последнее падение к относительно низким уровням делает покупки пары довольно привлекательными. Во-вторых, ожидание итогов заседания Банка Англии в четверг следующей неделе скорее всего приостановит разгулявшихся медведей и вызовет некоторую стабилизацию ценовой динамики пары. В-третьих, технические факторы в краткосрочном плане начинают демонстрировать вероятность приостановки снижения пары и скорого разворота валюты на коррекцию. Об этом говорят технические индикаторы на недельном, дневном и четырехчасовом таймфреймах, которые уже находятся в зоне глубокой перепроданности. Об этом же предупреждает и волновая структура пары. Кроме того, отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами вторую неделю демонстрирует продолжающееся ослабление продаж и увеличение совокупной длинной позиции по фунту, что также подтверждает вероятную коррекцию пары. В этих условиях в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.5952-1.5928. Далее ожидаем коррекционный подъем фунта к целевым уровням 1.60, 1.6026, 1.6068, 1.61, 1.6130 и, возможно, 1.6160. Далее ожидаем разворот пары и новое снижение курса британской валюты к минимальному уровню прошлой недели 1.5952 и ниже. При открытии торгов, так же, как и в случае с евро, не оставляем без контроля минимальный уровень прошлой недели 1.5952. Если продавцам британской валюты удастся пробить этот уровень, курс пары может возобновить нисходящее движение к ценовому уровню 1.5928, здесь, в этой зоне, ожидаем прекращение снижения и разворот пары к вышеназванным целевым уровням. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.